добрейшего времени дорогие друзья с вами алексей продолжаем прохождение шотландии вторая миссия на уровне сложном те невозможно битва о марстон мур вам предстоит принять участие по-настоящему крупном сражении многие думали что на сегодня не состоится поскольку с утра шел дождь но показалось солнце и полки выстроились боевые порядки ваш противник уступает численности пехоты но располагает тем же числом каверлистов командуют ролистами талантливый генерал принц руперт одолеть его бою будет непросто поэтому приготовьтесь к тяжелому дню да но и наши гайлов не курится лапой из песка выгребала лорд генерал кроме шлет вам привет и сообщает что мы скоро начнем кавалерийскую атаку на обоих флангах некоторые пехотные части также примут участие в этом наступлении вы должны двинуться следом и поддержать наших солдат генерал кроме рассчитывает на вас не беспокойтесь все будет хорошо я служил в шведской армии и понюхал достаточно пороха надо сразу тут переходить в атаку ребят только это может помочь нашей победе быстро справиться с соперником потому как надо быстро закончить эту битвочку так вот они вот они вот они атакуем 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 нас как бы вроде бы больше волнами идет атака должны справиться должны так с этой стороны вот однозначно не справиться здесь сольются можно даже понаблюдать здесь там там победят просто вопрос остается только в численности вот увидите как сокращается моя численности все а вот здесь вот к сожалению к сожалению проиграют ладно ваше сеятельство кроме риски кавалеристы нами алибака королевским солдатами те обратились бегство я видел как кроме ли повел своих воинов в атаку как они сошлись с кораблицами принца руперта как они отчаянно срубились пока хвала всевышнему не удалось прорвать ряды неприятеля и рассеять врагов словно пыли превосходно не знаю здесь моих войск остается очень мало соперник там бежит в принципе более или менее на правом фланге кавалерия парламента храбро атаковала врага успешно значит вся атака быстро закончилась поскольку местность оказалась непригодной для действий конницы наступавшие полки попали под огонь мушкетеров а затем были контратакованы кавалерии райлистов парламентарии и не выдержали этого сокрушительного удара и обратились бегство весь правый фланг пришел беспорядок однако есть надежда что недисциплинированные королевские кавалеристы займутся грыжем лагеря и армии парламента они разобьют свой успех да что-то я так прочитал немножко так проклятие почему королевской конницы местность не помешала да 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 так вот вот эту вот кавалерию я пока здесь собираю на ребята я пока собираю вот здесь как-то надо учат будет объединить эту конницу здесь сейчас по всем флангам будут идти и отступления лорд генерал кроме очень ценит вашу поддержку и просит сделать еще одно усилие у нашего правого фланга возникли некоторые затруднения гирал кроме полагает что если ваши кавалеристы ближайшее время не обойдут кавалеристов с тыла и не такую кавалерию противника на другом фланге то нас разобьет в пухи прах хорошо где трубач да нет если я туда пойду то будет все очень плохо и печально поэтому я буду ждать здесь потом ударю здесь вот в тылы сейчас а вот и барабаны затрещали это уже пошла атаку пехота замечу не только наша король тоже двинул своих молодцов вперед а я уж думал что всю работу сделает конница пехота будет только переминаться с ноги на ногу было бы несправедливо если вы пехота не участвовала в общем веселье да теперь отдалась мне пехота до отдалась и что собственно говоря здесь нужно сделать с моей точки зрения давайте вот так вот я хочу сейчас пойти прикрыть вот вот этот вот лагерь от конницы иначе если я этого не сделаю то будет будет все очень печально так так а вот этих вот ребят мы отправляем вот сюда в помощь вот сюда в помощь все вот этим вот придется тут как бы сливаться без вариантов но что уж поделать мне нужно уничтожить вот этот кавалерия которая прорвалась потому как я могу уничтожить их пехоту без проблем но кавалерия потом как ударит по мне как ударит будет очень-очень больно давайте камым все на конницу вперед здесь как бы огонь 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 здесь по-другому просто никак просто не как ребят по-другому вот единственный вот этот вот отряд конечно который идет с центра так вы давайте вот сюда конница вот вот этот вот отряд который идет по центру это белые мундиры ньюкасла они походу серьезные смотрите здесь я прошел я вот эти ребятки пошли дальше это очень очень печально не конница конница вверх давайте обходим вверх отходим обходим 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 пусть они тут на меня часть агрится здесь как битва почти выиграна по всей боевой линии враг пятится и отступает только некоторые пехотные бригады продолжают сражаться черт возьмитесь мальчики достойно восхищения они делают нам честь сражались так упорно приятными дело с доблестным противником верно сначала подъем их а потом будем восхищаться их мужеством так здесь вот конницы главное я справляюсь это все здорово но вот как я говорил вот вот этот вот отряд копейщиков на правом фланге кавалерия реалистов после своей победоносной атаки пришла в полный беспорядок ее командиру лорду горингу не удалось перестроить свои обескровленные и обессилевшие полки поэтому они не устояли по одному данным парламентариев были разбиты и рассеяли теперь неприятие остаться совсем без кавалерии прекрасно да и здесь я справился вот эти вот ряды отряда у меня вот ну просто смогли все затащить давайте мы пойдем уже здесь до конца копейщиков мне отдали нам не отдали копейщиков давайте-ка стрельба стрелков здесь смотрите копейщики очень-очень мощно справились поэтому с ними не надо будет еще как говорится как говорится с ними надо будет еще отступаем отступаем моя кавалерия вся полегла вот здесь еще серьезная часть войск осталось ребята еще достаточно очень даже серьезная ресурсов кстати не обратил внимание у меня такая целая огромная прорва так надеюсь здесь я все затащу здесь они отходят немножко постреливают и максимум здесь здесь бы нам только по максимуму уничтожить вот тут кстати по моему да таких хоть только хотел сказать что там пушки по моему давайте-ка мы добьем просто ребят добьем этих вот негодяев мне еще осталось достаточно огромное количество армии даже если даже если соперники здесь меня уничтожат да там а я думаю что моя армия должна справиться вот здесь вот вот смотрите 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 тут их оказывается еще при великое множество да здесь разобрались пушки а я я я еще не до конца и разобрались я вам хочу доложить так много их давайте 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 уничтожаем так переходим сюда давайте выстраиваемся в боевые порядки мушкетеры мушкетеры давайте сейчас выстрелимся и пойдем до уничтожаем просто понимаете я уже играл эту битву и если не уничтожить конницу и не отделить этот отряд то там все настолько печально получается что просто ужас ну вот теперь сюда в атаку расстреливаем оставшиеся вражеские части если это все может быть это конечно будут и не все смотрите-ка смотрите-ка а нет да вот видите вот эти вот вот это вот то что шло по центру то что шло по центру то еще вот осталось и давайте мы это добьем ну сейчас видите они мне не так страшны потому что такой вот ураганный шквал просто выстрелов от моих стрелков просто их сминает а копейщики тем временем подобрались к стрелкам и уже насаживают их на свои пики здорово так еще где-то а нет несмотря на ожесточенное сопротивление реалистов они проиграли сражение кавалере стали как бы жнивом для мечей круглоголовых трофеями победителей стали много оружия королевских знамен армия реалистов россии на а это значит что теперь весь север англии будет под контролем парламентра и король не сможет использовать северные порты чтобы привлечь помощь из-за границы прекрасно границы шотландии в безопасности да вот так вот ребятки на этом принципе я прошел эту миссию здесь кое-какие еще местами видите беженцы есть которые наверное не добежали не убежали вот войска которые отступали мне удалось удалось их в общем реалистов уничтожить было на самом деле сложно не с первого раза это мне получилось скажу сразу потому как первый раз я получается то конницу сразу не отправляю и их разбивают то всю пехоту отправляю вверх и мои здесь пехота уничтожает вражескую пехоту но потом удар кавалерии с фланга с тыла даже так сказать уничтожает мою пехоту поэтому ну на мой взгляд если это не один из не единственный вариант победы но один из серьезных таких вот вариантов победы на уровне сложности невозможны что надо сначала отправлять половину вашей пехоты на конницу дабы эту перебить а потом уже остальную часть вернее не потом уже остальную часть а потом уже всеми возвращаться и уничтожать остатки которые тут остались вот так вот ну что ж всем спасибо ребят что смотрели всем спасибо за подписку и лайк с вами был алексей всем добра и пока пока